Самая яркая, самая заметная, светлоголовая часть человечества наконец-то обрела свой собственный, долгожданный и заслуженный праздник. Может быть потому, что права белокурых дам, как они гневно утверждают, незаслуженно попирают буквально по всему миру. Светлая дата, 31 мая, объявлена Всемирным Днем Блондинок. Идея проведения Национального Дня Блондинок принадлежит Союзу Юристов в Америке, которые 9 июля 2001 года инициировали этот праздник. Затем идею подхватили по всему миру. И хоть праздник молодой, но основания для него существовали уже давно. Ведь анекдот про блондинку, девушку с весьма скудными умственными способностями, стар как мир. В теннисе мне очень нравится теннис. Я люблю, чтобы работник был как хороший работник. Тем не менее, стереотип о глупых белокурых девушках развенчивается как миф. Среди блондинок множество светлых голов. Есть у меня одна блондинка, знакомая, очень таки в адвокатском звании, так что я не могу сказать, что блондинки очень любят. Несомненно, с белокурыми представительницами прекрасного пола связаны идеалы красоты и милые женские образы, достойные подражанию и зависти. Блондинки всегда были объектом особого внимания у мужчин. А Бриджит Бардо, Грейс Келли и Марлин Монро стали символами эпохи 20 века. Мне больше нравится, что под волосами, под черепом. Отсюда видно, влияет на цвет волосы или нет. Мне нравятся вот такие. А волосы какие-то по барабану. Как считают ученые, настоящая блондинка явления редкая. И по их подсчетам, уже к 2202 году блондинки окончательно исчезнут с лица Земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14% от общего числа жителей планеты. А причин тому несколько. Во-первых, чтобы ребенок родился блондином, у обоих родителей должны быть светлые волосы. Во-вторых, в странах, где преобладает темный цвет волос, население неуклонно растет. А вот европейцы, немцы, скандинавы, украинцы, которые являются носителем белокурового гена, все чаще ограничиваются одним ребенком. Последний человек со светлыми волосами родится, по мнению ученых, в Финляндии, где проживает самое большое число светловолосых людей на душу населения. Поэтому давайте беречь белокурых бестий, которым слагают оды и которые являются героинями множества анекдотов. С праздником вас! Самые блондинистые блондинки! Что вы пожелали блондинкам змеевщины в этот день? Быть уже красивее. Всего самого хорошего. И не давать повода говорить о блондинках плохого. Блондинкам стать брюнеткой.